Так, еще есть порядок предпочтения в помощи бедным. Приоритеты в сдаке. Поддержка родителей и родственников. Еще раз, поддержка родителей и родственников. Нет. Помощь бедным своей общины. Помощь бедным своего города. Помощь бедным других городов. И помощь нищим неевреям. Это с точки зрения, в общем-то, галактических постановлений была принята такая, такой порядок предпочтения в даянии. Тяжело, я уже закрыл этот файл. В других городах и помощь нищим неевреям. Запомнили, да? Все достаточно просто. Помощь родителям и родственникам. Вторая. Помощь своей общине. Третья. Помощь в своем городе. Помощь в других городах. И потом уже всем остальным неевреям. Понятно, да? Итак. Мы постепенно пришли. Мы можем давать куда хотите. Послушайте. Мы делаем принцип. Отвечая на вопрос, что вы должны делать или не должны делать, я начну создать какой-то некий закон или некие правила вашего поведения. Вопрос из задачника. Имею ли я на это право? Нет. Я могу смотреть некоторые вещи в Писании и говорить, я понимаю, это вот так. Я понимаю, это так. Я понимаю, что были служители. И ответственность за содержание служителей Бог взял на себя. Это принцип. И мы можем сказать, как этот принцип выглядел во время действия Синайского закона. Теперь я могу прийти и сказать, так. Я считаю, что вот это вы должны делать в Новом Завете, вот это вы не должны, это опять должны. Я начинаю строить новый закон на основании своих представлений. У вас есть свой раба. У вас есть свой разум. для того, чтобы читать, понимать. И есть человек, который стоит над вами, который поставлен Богом и имеет ответственность за вас. Я не имею такого права говорить вам и наставлять вас, чего вам делать и чего вам не делать. Я вас учу тому, что я вижу из Писания. Так как я понимаю Писание. Но практическое руководство к действию есть человек, который может вам в этом помочь. Я не устанавливаю правила вашего поведения, в вашей общине. Я не имею на это права. Ясно, да? Можете? Можете. Когда-то мой пастырь Анатолий Петрович Гаврилюк, я тогда был в живом слове, вышел на сцену и сказал, в общем-то, дорогие братья и сестры, вы можете грешить. Я периодически спрашиваю, а можем ли мы грешить? Можете. Можете, никаких проблем нет. Можете грешить, только умрете. Можно грешить, только результат какой будет. Умрете. Ну, некоторые только один раз. То есть, в принципе, можете ли вы доводить? Не можете. Можете делать, что вы считаете, нужно. Но последствия я, как бы, ответственность за это брать, соответственно, не хочу. Я ответил каким-то образом. Итак, мы переходим к неким вещам, которые называются закон. И мы уже живем и рассматриваем с вами третий период времени, в котором мы находимся с вами. Первый период, который мы существовали до закона. Второй период, который мы рассматривали, это даяние в период закона. Спасибо большое. И третий период, который мы начинаем рассматривать, период бритхадыша или нового закона, нового завета. Все здесь пока понятно. Здесь даяние было добровольным. И здесь приходит новый период. Мы знаем о том, что закон был где-то водителем. Закон был где-то водителем. Что делал где-то водителем? Он взращивал ребенка и готовил его к настоящей жизни. И когда где-то водитель, в общем-то, заканчивал свою работу, Милыш уже был готов к самостоятельной жизни. Да? И помним, да? Мы проводили некую параллель. Когда ребенок очень маленький, мы радуемся тем подаркам, тем дарам, которые он делает своими собственными руками. Когда он становится юношей, подрастает, чуть-чуть становится старше, у него появляется некая ответственность. Да? Но потом, слава Всевышнему, этот мальчик растет, и он дорастает до времени, когда он способен... А в данном случае его ответственность стала меньше или больше? Упс! И закон нас привел во время, когда мы получили новый завет. Закон свободы, закон любви, закон царский, ответственность которого... Меньше или больше? Больше. И мы можем простираться в своем даянии настолько далеко, насколько мы... Любим. Да. И вопрос даяния – это вопрос нашей... Любви. Сколько мы должны давать? А если это то, что от кого-то такое? Даяние принимается потому, что кто имеет. Поэтому молитесь, и Бог вам даст больше. Ну, тут есть советчики, и они вам подскажут, что надо делать с вашим имуществом, если вы хотите. Ну, слушаю, мы жили же в стране советов. Все умеют давать советы. Вы только спросите. Вам их сразу дадут и много. Можно, я вам советовал, состоится дед. Ваша. Процесс расставания с имуществом вам устроит. Итак, попробуем разобраться, что люди понимают под словом закон. И они что-то понимают под этим словом до сегодняшнего дня. Ну, начальная стадия, что люди понимают под словом закон – это доколог Моисея или десять заповедей Моисея. Многие люди воспринимают весь закон как нечто, сводящееся к десяти заповедям. Ну, есть более продвинутые, которые сводят это все к двум. Да, возлюби Господа Бога всем силой, все крепостью, всем разумением, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Ну, написано, что в этом все писание пророки. В этом, в этом, в этом, то есть квинтэссенция. Но если мы захотим узнать чуть-чуть больше, мы можем прочитать в Писании и в пророках все это. Понятно, да? Следующее понимают под словом закон. Это первые пять книг Библии. Битие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Первые пять книг, которые нам оставил кто? Маша. Некоторые понимают под словом закон. Танах. Да? То есть закон, Писание и пророки. Да? То есть Ветхий, Синайский закон. Весь Синайский Завет. Или как его сейчас называют Ветхим. Некоторые понимают под словом закон устную и письменную Тору. Тоже называя это законом. Пару слов о устной Торе. Когда она начала записываться? Приблизительно устная Тора начала записываться в третьем веке до начала Энергии. этого летоисчисления. И она уже содержала к тому времени множество медрошей, комментарий на Тору. Которые позднее были составлены в так называемую нашу Мишну. Которая состоялась из 63 трактатов по различным аспектам закона. И представляет собой достаточно объемную книжку, где-то страниц на 800. В ней не вошли все известные Мишны. И все не вошедшие в нашу Мишну Мишны стали называться сборниками Барайтер и Тосевт. Еще возник дополнительный блок литературы, который входит в устную Тору. Дальше наши мудрецы решили составить комментарий на нашу Мишну, которая называется... Как? Нет. Гемара это часть Талмуда. Это комментарий на Мишну. Аллаха это постановление закона. Мы говорим сейчас о Талмуде, которых мы имеем два. Иерусалимский Талмуд, который меньше или больше Вавилонского? Меньше. Меньше. Значительно меньше Вавилонского. Он состоит из 12 книг, а Вавилонский из 60. Потом нам же нужно было чем-то заниматься, и мы начали писать уже комментарии на Талмуд. И устная Тора, в общем-то, постоянно живет, дополняется, дописывается. Но еще во время, тогда, когда приходил Ешо, мы занимались составлением правила на правило, постановлением на поставление, закон на закон. И в этом процессе, в общем-то, продвинулись достаточно далеко, не остановившись до сегодняшнего дня. Да? Это понятно? Значит, процесс составления устной Торы, он был связан с неким страхом. А мы помним, что Бог, он, в общем-то, не очень приветствует чувство страха, кроме начала мудрости, страх Господний. Но страх Господний не имеет ничего общего со страхом, который мы, в общем-то, каждый день употребляем. Как выражение страх. Это нежелание обидеть любимого. Страх в плане нанести оскорбление того, кому мы любим, своим поведением. Это не паническое состояние или животное чувство, которое понуждает нас сделать совсем неправильные поступки. Понятно, да? Но евреи, они видели ограду, которую Бог построил вокруг Израиля. Стену. Они решили, слушайте, давайте на всякий случай, чтобы никто не перелез через эту стену, поставим еще одну ограду. А потом еще немного расширим. Ну, мы упражняемся. Мы строим ограду вокруг закона. Но когда мы будем читать Писание, то мы увидим, что Всевышний никогда не налагал ответственность на народ Израиля за нарушение этих постановлений. Но за нарушение этих постановлений определенная ответственность налагалась. Понятно, да? Итак, мы видим слова. Еще. Евангелие от Матвея, 5 глава, 17-20. Евангелие от Матвея, 5 глава, 17-20. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить. И воистину говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царство Небесное. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царство Небесное. И говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Странные слова Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев То вы не войдете в Царство Небесное Скажите мне пожалуйста Какую праведность Ешо дал нам? Ту праведность, которая выше праведности книжников и фарисеев Изначально да Потому что это праведность Его Это абсолютная праведность Которую Он наделил нас Но об этой ли праведности Он говорит? Очевидно нет Он говорит о той праведности, которая приходит к книжникам и фарисеям от исполнения закона И Он говорит о том, что послушайте Вы-то должны Его исполнять Хуже или лучше? Потому что ваша праведность, она должна превзойти их праведность И здесь в общем-то некоторые места Брит Хадаша обращает наше внимание на то, что пьяницы, бийцы, прелюбодеи, скотоложники, морожники, царство Божьего Послушайте Но эти слова обращены были в общем-то к верующим в Брит Хадаша Которые получили праведность И шо? Они же обратились? Они получили Но им приходилось писать Не обманывайтесь, братья Вы что-то при этом должны делать И если вы будете поступать не так То такие категории населения, царство Божие не наследуют Вы должны вести себя соответствующим образом И когда мы смотрели первое постановление Иерусалимского собора Которое обращало нас к неким правилам поведения верующих из язычников То им рекомендовалось слушать закон Моисея Который читался на то время в синагогах каждую субботу И им рекомендовалось научаться Божьему пониманию на поведение человека И из закона ушел Понятно здесь? Здесь все понятно? Сейчас мы не говорим о упразднении закона Как некоторые понимают В римлянам 10 гуру 4 стих Конец закона Христос Конец закона Ешо Машех Цель закона Привести человека К Ешо Цель закона Показать праведность, чистоту Бога Цель закона объяснить человеку, что он не может собственными силами войти в Царство Божие Что он не может собственными силами достигнуть спасения Что он нуждается в Ешо как спасителя Это была цель закона для каждого человека, который жил вот в этот период И живет на сегодняшний день Что закон показывает несостоятельность человека и нужду в спасителе Нужду в Ешо Закон подводит человека к Ешо Это понятно? Невозможно из беззакония прийти в благодать Ну тяжеловато так Мы должны понять закон Понять, что закон справедлив, закон добр, заповедь святая И приводит к нас к осознанию того, что мы нуждаемся в спасителе Тут пока все понятно? И когда мы смотрим на жизнь Ешо То сам Ешо и его ученики, в общем-то, нарушали закон в плане преданий В конечном итоге Ешо был распят как нарушитель закона Царь Израиля Марка, 7 глава, 5 стих Марка, 7 глава, 5 стих Потом спрашивают у фарисеев книжники Зачем ученики твои не поступают по преданию старцам И не умывают руками Не умытыми руками едят хлеб Римлянам, 10 глава, 3 и 4 стих Римлянам, 10 глава, 3 и 4 стих 3 и 4 Итак, они пытались сделать Какие-то свои постановления Достигнуть новой качественности Своей какой-то праведности Изобретая свои постановления Не понимая Праведности Божьей Для чего, собственно, был дан закон И тогда Ешо говорил Что вы своими постановлениями Отменяете Заповедь Божью Кто скажет Дар Богу Карман Тот свободен от того Чтобы заботиться о своих родителях Он говорит Не работает Неправильно И когда они говорили Послушай, почему они делают вот так? Почему они приступают к постановлению старца? Он говорит Вы не понимаете праведности Божьей Что значит? Милости хочу, а нет Есть какие-то вещи Но сам-то он В общем-то продолжал Исполнять закон И он его как раз Весь и исполнил Понятно, да? И он говорил Я пришел Не отменить закон Но Исполнить И сам Ешо Придя на эту землю Он принес Новый закон И мы говорили о том Что он Пророк Подобный Маше Маше принес Синайский завет Ешо принес Брид Хадаша Новый завет Понятно, да? И нас Поскольку В общем-то То, что мы рассматриваем Будет интересовать Прежде всего Материальное даяние Да? То нас будут вопросы Интересовать Связанные Прежде всего С материальным даянием И когда мы Разбирали Вопросы Связанные С материальным даянием Богу В Синайском законе Да? То Что мы видели? С чего мы начинали Разбирать Все это дело? С даяния кому? Богу Которое он отдал Еще раз Которое он отдал Священникам А потом Давайте будем Правильный порядок Все-таки Кто у нас был главнее? Священники Служители Да? Служители Священники И их помощники Левиты Служители Бог Полагал Свою заботу О служителях Матвея Десятая глава Может быть Что-то изменилось Матвея Десятая глава Восьмой стих Больных исцеляйте Прокаженных очищайте Мертвых воскрешайте Бесов Изгоняйте Даром получили Даром Давайте Не берите с собой Ни золота Ни серебра Ни меди В поясы Свои Ни сумы На дорогу Ни двух Одежд Ни обуви Ни посоха Ибо Трудящийся Достоин Пропедания Еще Что-то Говорит Своим Ученикам Да? То, что Он говорит В общем-то Слегка Затрудняет Их задачу Так это Или нет Слушайте А он говорит Чего-то Не берите Ничего Он говорит Почему Он так Говорит Ну Это вопрос Здесь Будет Вряд Верой Доверя Потому Что Они Будут По Тех Которые Хотели Не учились А Как Уда Было Постановление Поскольку Закон Отпокрежнему Работы Не отменен То есть Их Должны Были Спокойно Применять Применять Угу Их Должны И соответственно А Угу Забота Верой Применять И Прокаженных Очищать Это Была Слышень Часть Пополю Проповедующим Лежить От блага Своими Почему Почему? Смотрите, удивительные вещи. Ишуа говорит те же самые слова. Даром получили. Машея получил закон. Передал его евреям за небольшие деньги. И священники должны были служить. Он повторяет то же самое, что говорили раввины своим ученикам. Он говорит им, послушайте, идите служите и покажите всем своим поведением, что вы доверяете свою жизнь кому, и он силен побеспокоиться о вас. Потому что трудящийся, достоин пропитания. Понятно, да? Трудящийся, достоин пропитания. Это слова уже нишу. Луки 10 глава 7 стих. Луки 10 глава 7 стих. В доме же дом оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть. Ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Понятно, да? И здесь мы видим ту же самую картинку. Люди, которые служат, Бог полагает обеспечение этих на этих. А этих послужит служить этим. Помним эту картинку? Помним, да? Пересекаются эти ответственности? Освобождают друг друга? Нет. Дальше мы посмотрим, что же говорил, к примеру, апостол Шауль. Первое послание Коринфянам. Девятая глава. Первое послание Коринфянам. Девятая глава 6 стиха. «Или я один, или один я и Варнава не имеем власти, не работаем?» А Бостол Шауль задает вопрос. Скажите, пожалуйста, чисто случайно, теоретически, меня интересует. «Или я имею власть» с Варнавой не работать. Он спрашивает, я имею власть. Он не задается вопросом, я имею, может быть, преимущество, привилегию, достоинство, право не работать. И он говорит, я имею власть. Кстати, право и власть – это два различных слова. Мы имеем зачастую, как граждане, права. Но в наших правах кто-то может нас ущемить. И когда нас ущемляют в наших правах, мы обращаемся к людям, которые имеют власть восстановить нас в наших правах. Но апостол Шауль говорит, послушайте, друзья, кстати, аптечка, я имею власть. У меня не права находятся, у меня находится власть. И я могу не пользоваться этой властью. Это мое право. Но у меня есть власть не работать. И это мои вопросы, пользуюсь я этой властью или нет. Но даже если я ей не пользуюсь, она у меня есть? Есть. Но тут нам надо еще вспомнить некоторые вещи. Что люди, которые имеют власть не работать, они были призваны. И Шо призвал определенное количество учеников. И не все желающие сказали, да, кстати, я тоже хочу. У меня тут появилось желание. И я тоже, в общем-то, тоже за, чтобы, в общем-то, служить на полном обеспечении, чтобы Бог меня обеспечит. Мы зачастую видим людей, которые готовы не работать, но служить на полном обеспечении. Они почему-то странно думают, что это легче, чем работать. Я не знаю, но бытует такое, в общем-то, мнение, что проще служить в общении, в церкви на полном содержании, чем работать. Ну, так люди думают. Но вопрос еще не только в их желании, но и призвании. Апостол Шеул, в общем-то, был призван. И он говорит о том, что я имею власть не работать. И дальше он спрашивает, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадил виноград, не ест от плодов его? Кто, пася в стадо, не ест молока от стада? И дальше он говорит, по человеческому ли только разумению я это говорю? Он, умеющий власть не работать, задает простые вопросы к людям, живущим в Каринфе. Спрашивает, послушайте, элементарные примеры из жизни, которые вас окружают, они учат вас чему-то. Это элементарные примеры, вы видите их каждый день. И это какие-то здоровые примеры. Рассудите по человеческому представлению. Это здраво, это разумно. Что вы видите? Вы видите, что воин, он сам себя содержит? Нет. Насадивший виноград не ест от его плодов? Ест. Тот, кто пасет стадо, ест молоко от него? Есть? Да, это нормально. И он говорит, но это нормально, только ли по человеческому рассуждению, не то же ли, говорит и... Упс. И он абсолютно спокойно, находясь во время Брит Хадаша, обращается к закону. И он говорит, посмотрите, не то же ли самое, говорит и закон. И тут он смело берет обеспечение служителей и начинает его разбирать? Нет. Ну, послушайте, как в новом сказанном законе обеспечении служителей. Ну, послушайте. Либо в законе Моисея написано, не заграждая рта у вала молотящего, а вала ли печется Бог. Он ссылается к закону Моисея, но не притрагивается к заповедям из этого закона, которые предназначались для обеспечения института священства в осенайском законе. Он говорит вообще, как бы, странную вещь. Приводя простые примеры, он говорит, в законе написано, не заграждая рта у вала молотящего. Сначала он приводит простые примеры, потом приводит такую странную заповедь. И комментируя ее, он говорит, имя, конечно, для нас говорится. Для нас, людей, которые живут во времени действия Нового Завета. Для нас, которые должны заботиться о служителях Нового Завета. И он так и говорит. Для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Если мы посеяли у вас духовно, великоле, то если пожнем у вас телесно. Если другие имеют у вас власть, не плачены мы, однако мы не пользовались сеем. Он говорит, но власть у нас при этом есть. Какая власть не работает? Быть на содержании тех людей, которым они служили. Похоже ли это на то, о чем еще говорил своим ученикам? Труждающийся, достой. Первое послание апостола, опять Шауля, Тимофея. Пятая глава, 17 стих. Первое. Тимофея, 5, глава, 17 стих. Достойно начальствующим пресвитарам должно оказывать сугубую, двойную честь. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Потому что Писание, Писание, это наузове? Писание это часть Танаха. Писание это часть Танаха. Тора неби макутувим. Закон, Писание и пророки. И когда люди говорят Писание, они подразумевают либо часть Танаха, либо весь Танах. Так, первое послание апостола Тимофея, 5, глава, 17, 18 стих. Первое послание Тимофея, 5, глава, 17, 18 стих. Он говорит, Писание, что говорит? Не заграждай рта у вола молотящегося и трудящегося, достой. Награды своей. Трудящийся, достой. Награды своей. Это то, что говорил Ешуа своим ученикам? Ешуа говорит то же самое. Тоже говорит нам, верующим в Брит Хадаша, что трудящийся, он достойный награды своей. И от кого он должен получить эту награду? От людям, которым он служит. При этом, давайте вспомним мелкие детали. Мы вначале рассматривали достаточно подробно период. Рождение. Жизнь. Вот только после этого момента воскресения, смерти и воскресения, начинается Новый Завет. Это понятно? Потому что он умер за наши грехи и воскрес на третий день для нашего оправдания. Ибо из его воскресения наша вера бесполезна. Потому что написано, что если он не воскрес, то наша вера тщетна. Но он воскрес. Аллилуйя. И наша вера, соответственно, не тщетна. Понятно, да? Здесь понятно. Началось время действия Нового Завета. Но скажите, пожалуйста, мы все помним, что храм... Он стоял. И когда писались часть посланий... Это было время, когда храм... Что делал? Институт священства. Он еще существовал. Евреи, принявших Ешуа Машехом, ходили по-прежнему по обыкновению. Куда? В храм. Принесили положенные жертвы. Да? И тут кто-то, наверное, пришел и говорит... Послушайте, ребята, тут все поменялось. Так круто все изменилось. Поэтому Бог забрал у этих и отдал нам. И нам больше не нужно носить жертвы. Не нужно носить пресношения. Не нужно носить десятины в храм. Это все можно отдавать смело нам. Но так ли представляют некоторые люди это? Пытаясь найти основание в Новом Завете для того, чтобы сказать, что там написано именно это, что правоприемниками, священниками стали служители Нового Завета. Можем ли мы найти это в Писании? Нет. Понятно, да? Сам Ешуа, когда был на этой земле, дал ли он обеспечение служителям, апостолам, которых он посылал? Дал трудящийся, достоин пропитания. И когда они вернулись, он спросил, имели ли вы в чем-либо нужду? И они дружно, не задумываясь, с хором ответили ни в чем. Он сказал, нет, не имеешь. Ну, все равно. Никаких проблем с этим у нас не было. Понятно, о чем идет речь? Он не забирал обеспечения у священников. Не забирал у них части, которые были дарованы им заветом вечным, заветом соли. Я не говорю, все, ваше время, ребята, закончилось, теперь вот есть новые у вас люди, правоприемники. Но мы помним о том, что теперь все стали царством. Все, 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 без исключения, призваны священно действовать. Нету части теперь, которая является теми, кто не должен священно действовать. Таких нету. Все стали священниками. Все вошли в царство священников. И нету теперь разделения на тех, кто священно действует, и тех, кто не священно действует. Но есть разделение на призванных служителей, которые призваны на полное служение, и те людей, которым они служат. Которым они служат, и те, которым они служат, должны обеспечивать их. Потому что трудящийся, достоин чего? Награды свои. Есть такое учение. Оно основано у нас на «Бояние Абрама» в 14-е уровне бытия. 28-е, по-моему, да? Завет. Да? Посредством даяния Дестины. Да? Да. Последний стих. Этот камень, который я поставил в памятник, будет Домом Божиим, из всего, что Ты, Божий, даруешь мне и я дам тебе. Сейчас участие. Оно? Да. 28-е. До закона. До закона? Да. Мы напомним. Да. Мы напомним. Нет. До закона. Да. Множество. И только одну маленькую часть, которая называется первой левицкой десятиной. И наши добрые люди говорят, послушайте, Закон – это добровольно? Нет. Нет добровольно. Здесь понятно, да? Наступает время быть хороша. Время закона чего? Сва-бо-ды. И здесь мы видим два местописания. Два местописания. Луки и Матвея. Попробуем их открыть. Матвея, 23 глава, 23 стих. И Луки, параллельное место, 11 глава, 42 стих. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что даете десятину смятой анистой тьмины и оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вопрос из задачника очень простой. Кому обращается Ешуа? К ученикам или нет? Он обращается к, в общем-то, людям, стоящим под законом. И обращаясь к людям, стоящим под законом, он говорит им, послушайте, ребята, вы что-то делаете. Но что вы делаете? Вы даете десятину с чего? С мяты, аниса и тмина. Скажите, пожалуйста, мята, аниса и тмин, весьма специфические растения. Десятину с них нужно было давать по закону? Нет? И было весьма затруднительно делать это. Мы с укропа даем десятину, которая растет у нас на огороде, и мы срываем и бросаем его в суд. Понятно, да? Ну, эти ребята, они делали это. Они были настолько скрупулезны в своем исполнении закона, что исполняли даже то, чего не нужно было исполнять. И что он говорит им? Послушайте, ребята, нет никаких вопросов с тем, что вы перевыполняете закон. Этим можете свободно заниматься и дальше. Перевыполняйте закон. Берите на себя, если вы считаете нужным дополнительное обязательство. Это ваши вопросы. Но плохо то, что вы оставили важнейшее в законе. Суд, милость и вера. Обратите свое внимание на важнейшую часть, но при этом спокойно можете выполнять и перевыполнять все остальное. Обращение к кому было? Не к ученикам. Но мы каким-то странным образом можем трансформировать это на учеников. Понятно, да? Перерыв. Продолжим.